Тинькофф Банк может попасть под санкции? Что будет с акциями и что делать клиентам? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Тинькофф Банк мы с вами сегодня обсудим, обсудим как продолжение темы про санкции против Владимира Потанина. Напомню, неделю назад Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина. Мы тогда в отдельном видео обсудили судьбу акций Норильского Никеля. Но у Потанина не только в Норильском Никеле есть большая доля. У него с недавних пор, с этой весны, есть большая доля и в Тинькофф Банке. Это та самая нашумевшая история о покупке 35% акций Тинькофф Банка Потаниным у Тинькова. Тиньков сказал, что, собственно, за 3 копейки ему пришлось продать банк. Потанин сказал, что несколько сотен миллионов долларов был объем сделки. То есть, в общем-то, деньги довольно приличные. Вот, ну, эта история попала во все СМИ. Я думаю, что вы в курсе. Вот, и, собственно, как раз на основе этого возникает вопрос. Вот мы Норильский Никель обсудили, а вот здесь возник вопрос. Будут ли теперь санкции против Тинькофф Банка? И, собственно, это пожелание набрало несколько лайков. Я отрицом благодарю всех, кто пишет комментарии с пожеланием по тем будущих видео. Обратите внимание. Стараемся отвечать на ваши запросы. Вот, ну, и лайки, и подписка на канал также всячески приветствуют. Соответственно, в качестве логического продолжения обсудим возможное влияние вот этой истории санкций против Потанина на Тинькофф Банк. Тем более, что первые ласточки уже поступили. Буквально 3 дня назад стало известно, что Росбанк, который принадлежит тоже Потанину, как раз тогда, если помните, мы говорили, что санкции против Потанина были за то, что он выкупил Росбанк. И вот Росбанк уже попал под одну из блокировок. Они, конечно, сказали, что продолжают работать в штатном режиме, но, тем не менее, да, санкции против Потанина неделю назад. Уже банк, который принадлежит Потанину, попал под определенные ограничения. Ну, и логичен вопрос, и не попадет ли Тинькофф Банк тоже как банк, принадлежащий во многом Потанину. Все-таки больше трети это довольно много. То есть, понятно, что больше, чем у Потанина ни у кого нет акций Тинькофф Банк. И сейчас от Потанина зависит в Тинькофф Банке, ну, или все, или многое. Вот, поэтому понятно, что какие-то санкции могут прилететь. Если мы с вами поговорим сначала про акции именно Тинькофф Банка, потом про возможное влияние на клиентов, что делать клиент. Если мы говорим про акции Тинькофф Банка, то сами акции после санкции против Потанина, наоборот, даже несколько подросли. То есть, как ни парадоксально, потому что, видите, вот здесь красная свечка 29 июня. Это было как раз падение на вот этом анонсе санкции против Потанина. Народ смекнул, что могут быть проблемы у Банка, но после этого, видите, несколько зеленых свечек. Сейчас примерно акции процентов на 10 выше торгуются, чем когда вот был день с объявлением санкции против Потанина. С чем это связано? Почему объявили санкции против Потанина, а акции Банка, который принадлежит Потанину, подросли? Ну, причина в том, что сам Тинькофф Банк по стоимости уже довольно сильно упал. Он на пике прошлого года стоил более 8 тысяч рублей за бумагу, сейчас только 2 тысячи. То есть, падение в 4 раза, более чем на 75 процентов. И банк уже в себя впитал огромное количество негатива. И в этом плане сейчас прогноз по акциям Банка, да, давайте, что они еще упадут, если против них введут какие-то санкции, против Тинькофф Банка. Ну, так сказать, язык не повернется, не факт, что это произойдет, потому что все-таки вот это падение на 75-80 процентов, в моменте они даже в 5 раз падали, это вот на котировке конца июня. Оно уже очень много негатива в себе учитывает. И, собственно, да, Банк уже в качестве такой вот реакции перестал публиковать финансовую отчетность. Но эта реакция даже не только сейчас последовала, это реакция еще с весны. Если вы зайдете на сайт Тинькофф, вы найдете последнее, что вот это данные за 9 месяцев 2021 года. Вот, значит, еще в мае они вместо финансовой отчетности стали публиковать просто какие-то ключевые числа. Ну, посмотрите, вот в мае 22-го должен быть здесь, так сказать, финансовый отчет, там, да, значит, там, значит, капитал такой-то, значит, там какие-то показатели такие-то финансовые, то есть про деньги. Здесь в отчете про деньги, ну, даже не в отчете, а в ключевых результатах за первый квартал, про деньги нет ничего. Тут есть только про количество клиентов, вот, то есть абсолютно ноль информации о том, насколько сильно по банку ударил кризис. Ну, вот, и в отсутствии финансовых показателей, в ситуации, когда бумаги Тинькофф уже так сильно упали, лично я предпочитаю просто постоять в сторонке и эти бумаги просто не трогать. Посмотрим, когда они начнут публиковать какую-то информацию, можно будет уже говорить про какой-то анализ. Когда вы не знаете, сколько в банке денег, какая у них просадка по капиталу и так далее, ну, просто, да, не знаю финансовых показателей, нет смысла соваться в эти акции, поэтому я здесь стою в сторонке. Вот, ну, и если что, я думаю, что вот Тинькофф банк, даже если санкции против него введут, конечно, не упадет, потому что он все-таки по числу клиентов в России третий, ну, а в России, как известно, крупные системно значимые банки и просто системно значимые компании, если можно так выразиться, их, конечно, спасают, если что, заливают деньгами, ну, как Аэрофлот. В 20-м году деньгами залили, в 22-м году деньгами залили, в общем, спасают, по сути, любой ценой. Вот, но может возникнуть вопрос, а что там именно по санкциям не с позиции акционеров, да, там, покупаемые акции банка или нет, а с позиции клиентов, если у вас есть банковские и брокерские счета в Тинькове, могут ли санкции как-то нам с вами усложнить жизнь? И вот здесь я бы сказал, что могут. Вот тут надо вспомнить, что когда весной были блокировки, да, там, ну, вот, значит, ВТБ под санкции попал, Сбер, Альфа, да, нам поступало потом уже после блокировок и заморозок довольно много вопросов, что вот что-то заморожено через ВТБ, значит, что там, как вывести деньги, если ценные бумаги где-то заморожены. Отмечу, что вот эти вопросы, так сказать, лучше обсуждать до, то есть в ситуации, когда что-то уже заморожено, да, ну, что делать? Ждать, может быть, разморозки, ждать какого-то чуда или политического потепления. Тут я едва ли вам могу дать какой-то совет, потому что не от меня все зависит, зависит от политики, и не от вас, скорее всего, зависит от политиков. А вот в ситуации до всех этих вещей подготовиться можно, ну, вот, собственно, еще до всех вот этих заморозок, я тогда говорил, что санкционные банки и брокеры, это вещи опасные, только что-то анонсировали, сразу, наверное, есть мысль носить ноги, по крайней мере, по валютным активам. И также обратить внимание, что когда анонсируют санкции, ну, если их анонсируют уже, может быть поздно. Мы это с вами увидели весной по примеру Альфа-банка, когда Альфа попал под санкции, он предложил клиентам, сначала они там хотели централизованный перевод сделать, потом не получилось, предложили клиентам перевести ценные бумаги к другим брокерам. Затем оказалось, что ИИСы не всем клиентам удалось перенести, было очень много проблем. И общая идея в том, что лучше над вопросом перевода ценных бумаг или активов, так сказать, заморочиться до заморозки, до объявления санкций. И вот в случае с Тинькофф риск санкций против Тинькофф существует, и, на мой взгляд, какие-то дела нужно делать. По крайней мере, лично я делаю. У меня часть активов небольшая, но, так сказать, солидная, то есть, в общем, так сказать, по крайней мере, для среднестатистического гражданина Российской Федерации, это очень такие большие активы, вот, все-таки хранятся в Тинькове, и я сейчас их перевожу к другим брокерам, да, постепенно вот так, по чуть-чуть перекидываю. Значит, идея в том, что сам Тинькофф даже, наверное, готовится к санкциям, или они их, по крайней мере, опасаются. Вот помните эту историю про то, что они ввели комиссии за переводы, свифт-переводы, абсолютно грабительские комиссии, когда там, значит, по 3% не менее 200 долларов берется чисто за перевод, при этом и за исходящие, и за входящие свифты. То есть, кто-то вам перекидывает по свифту деньги на счет в Тинькове, например, там, 200 долларов вам кто-то закинул из-за границы, все 200 долларов уйдут в доход Тинькова, это вот их комиссия. То есть, понятно, что комиссии абсолютно грабительские, и вполне вероятно, что они, вводя комиссии даже на входящие переводы, захотели снизить количество валюты, которое у них есть, а что может быть причиной? Ну, наверное, опасения санкций. Ну, и вот они просят на выход клиентов с валютой, так сказать, конвертируйте валюту, у нас не хранить. Также они ввели, все-таки ввели, несмотря вот на все комментарии ЦБ, они ввели комиссию за обслуживание валютных счетов, тоже грабительские 12% годовых, я в отдельном видео эту, так сказать, тему с вами уже обсуждал, вот, жесть какая комиссия. То есть, они тоже просят валютных клиентов на выход. Соответственно, какие действия сейчас, ну, вот, я, так сказать, предпринимаю, ну, и вот я не могу сказать, что вот советую всем, так сказать, да, там, убегать из Тиньков банка или что-то такое, потому что это довольно опасные слова, там надо смотреть, не, так сказать, прищут ли мне какую-нибудь, знаете, там, статью или какую-нибудь претензию за то, что вот я там агитирую всех там из какого-то банка уходить, да, тут юридически очень тонкие моменты, не хочу в них случайно вляпаться. Поэтому говорю вам, что сам делаю, что сам считаю со своей субъективной точки зрения надежным и ненадежным, ну, а вы, так сказать, выводы делайте сами, как говорят на одном популярном YouTube-канале. Так вот, с моей точки зрения, ну, или лично моя оценка в том, что какие-то валютные дела хранить в Тиньков банке или брокере будет довольно опасно. И я здесь говорю не только про валюту, где если вы ее храните на счете, там, более 10 тысяч, там, условных единиц, да, там, 10 тысяч долларов, с вас будет комиссия. Если вы, например, храните бумаги ценные, с вас комиссии не будет, но валютные ценные бумаги, на мой взгляд, есть риски хранения, хранения в Тиньков инвестициях, да, ну, то есть у брокера Тиньков, вы не в банке, а в брокере, через брокера можете приобрести ценные бумаги. Вот, поэтому я, так сказать, свои ценные бумаги, которые являются долларовыми ценными бумагами, акциями США, купленными на бирже СПБ через брокера Тиньков, постепенно перевожу к другим брокерам. Ну, я перевожу самым деревянным способом, продаю, вывожу деньги, так сказать, да, там, потом переконвертирую и снова покупаю уже на счетах у других брокеров. Кстати, я думаю, завтра мы с вами сделаем обзор по брокерам, потому что по нему тоже было много запросов. Вот. Таким образом, с моей точки зрения, или лично для меня, через Тиньков брокера и через Тиньков банк будет более-менее нормально владеть рублевыми активами, то есть иметь на счету рубли, рублевые акции, купленные на московской бирже российских компаний, но есть риски по американским акциям, купленным на бирже СПБ и по долларам. Вот это может быть, ну, ладно, опять-таки скажу, лично я вот это не планирую хранить в Тинькове. Надеюсь, что уже через несколько дней у меня на счете в Тиньков банке и Тиньков брокере не будет ни долларов, ни, ну, евро и так не было, ни долларовых ценных бумаг. Это моя защита от возможных санкций. Мы еще не знаем, будут они или нет, но лучше, так сказать, подготовиться до, чем потом вот там пытаться что-то сделать, как вот клиент Альфа, часть которых попала на заморозки из того, что брокер что-то там не сделал. Мы не знаем, насколько оперативно будет Тиньков реагировать на возможные санкции, поэтому я решил не испытывать судьбу, чтобы не попасть под какие-либо вот такие возможные блокировки из-за санкций. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик всячески приветствуются. Спасибо за внимание, желаю вам успешных инвестиций и желаю вам не подпадать под блокировки заранее, так сказать, делать какие-то действия, выводить, переводить активы к более надежным брокерам. Спасибо за внимание.